Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! И больше половины – это, считаю, речь садрив. Очень сложно. Разом с тем, керавництво акционерного товариства не утойвая. У Гомель-Прамбуда есть и внутренние резервы для повышения эффективности деятельности предприемства. Зараз, например, тут рыхтуются до унесения коррективов непосредственно у процесс организации работы. Есть вопросы и до выполнения прационной дисциплины. А про это год необходимо промазать решение об заховании кадрового потенциалу, бо частка специальностей сегодня оказалась незапотребованной. Ну, чисто на себя бы не сказал, что она у нас падает, потому что есть виды работ, которые нам нужны. Это бетонщики, каменщики, плотники, арматурщики. А есть отделочники, их лишние. Будем смотреть или их переучивать, или как-то другим методом очищать от этих лишнего груза. Или потом, может, появятся работы, не знаю. И землеройщики, УМ-11 механизации тоже нет земляных работ. Почасу встречи с працованным коллективом акционерного товариства «Гомель Прамбуд» размова об экономичной ситуации областным центры, перспективах будавництва новых объектов розного призначения, взаиморазликах с заказчиками, плюс перспективы реконструкции и развития транспортной инфраструктуры. И у якости пропановы – выкористание обсталявания акционерного товариства при будавництве бетонных дорог, что дозволит предприемству отримать додатковые сродки. На некоторые пытания отказы даются одразу. Нечто берется на контроль. После завершения работы информационно-пропагандистской группы на «Гомель Прамбуде» старшиня Гарвы Конкама робит вывод – это была конструктивная встреча. Очень много вопросов, которые касались в том числе и производственной деятельности самого предприятия, и объектов, где они работают, и тех вопросов, которые возникают, серьезных вопросов, которые возникают в их работе, ряд из которых, наверное, даже не на нашем городском уровне надо решать, на уровне руководства республики. Ну, вот это всегда полезно – побыть в коллективе, изучить обстановку и взять какие-то вопросы себе для дальнейшей работы. Олег Шинцюров, Ольга Канавелова, Йоген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». На Гомельщине протягивается выборчая кампания. Зараз основная нагрузка в регионах приходится на участковые комиссии, которые работают со списами выборщиков. Не позднее, чем за 15 дней до дня выборов, удокладенные списы выборщиков, которые имеют право принимать в дело голосование, повинны быть вывешены на участках для усягульного ознайомления. Олег Шинцюров подчеркнулся станом справ в Нараулянском районе. Подчас сбору подписов инициативные группы явно зарабили ставку на великие населенные пункты. Например, в Нараулянском районе подписы сбирали только за двух кандидатов, а вот активность населенства оказалась вельми высокой. Непосредный процесс сбора подписов тут прошел без неких порушений. По информации районной комиссии по выборах президента Республики Беларусь, свои подписы поставили каля трех тысяч человек. Это омаль 40% дорослого населенства Нараулянщины. 2845 жахаров района потремали Александра Лукашенко, то 23 Миколая Олаховича. Правда, восемь подписов инициативные группы потом выкрасили сами. Проверка остальных порушений не выявила. Они отметку сделали, поэтому мы их не учли. Восемь подписей. А так все действительно проверили районная комиссия заседала. Была группа создана. Проверили подписные листы. 21,5% не ниже 20%. Вроде выдержали норматив, все нормально. Сегодня выборчай кампании в Нараулянском районе в первую очередь нагадуются ответные рекламные счеты и уличные растяжки. Овогу лишь район живет в обычном ритме. Основная нагрузка в этой дне на членов участковых выборчих комиссий. Необходно удоклонить списы выборщиков, для чего комиссии начинают обход жилого сектора. Работа трудоемко сама по себе. Надо пару тысяч человек уточнить, где они, что они. Кто-то приехал, кто-то уехал. Поэтому есть вопросы в этом плане. Между членами комиссии распределены участки по домам, по улицам. И каждый член комиссии ходит, уточняет списки избирателей, чтобы потом в процессе выбора не было проблем и накладок. Александров, Евгений Макеенко, телерадио «Компания Гомель», Наравлянский район. До других тем. Сегодня в Гомель прибыла делегация представников агентства Организации Объединенных Наций и Акредитованных Посольствов. Узначальвая делегацию представник управления Верховного комиссара ААН по справах беженцев у Республицы Беларусь Жан-Иубушарди. Головная мета-визиту ознайомится со становищем беженцев и особей, которые шукают в притулку в нашей стране. Абсолютная большая из представников названной категории – граждане Украины, которые были вымушены покинуть домы в связи с узброенным конфликтом. Сейчас на Гомельщине их проживает свыше 27 тысяч. Для приема переселенцев была створена рабочая группа «Аблвы Конкама». Активное дело о оказании допомоги приняли жихары в области. На специальный рахунок для сбора охвирований поступило больше, чем 400 миллионов рублей. А больше за полторы тысяч семей из Луганской и Донецкой областей отримали жилье у сельской местности и прационные места в агропромысловом комплексе региона. Каждую неделю рассматривались все вопросы, проводились видеоконференции с регионами. То есть был разработан алгоритм действий. Эта работа отмечена и управлением Верховного комиссара положительно, потому что наша область, как ни одна, конкретно занималась этими вопросами. На протягу двух дней замежные гости доведуются, какая допомога оказывается беженцам с боку державных органов и громадских объединений. А так само наведуют семьи сирии, которые в рамках суместного гуманитарного проекта отримали жилье у Гомеле. Об сучасности и перспективах мясомолочной галины сегодня ишла говорка на хвалях Радоо Гомель+. Гостем программы «Задай пытание уладе» был представник керующей компании «Холдинг» у Гомельская мясомолочная компания. Зараз у состав «Холдингу» выходят 11 предприемств. Три из них займаются перепроцелкой мяса, восемь – молока. Яны целиком закрывают потребы в области и поставляют продукцию на внешние рынки. При этом экспорта арендованность – важная умова в работе предприемств. Для приклада, коля 70% молочной продукции отправляются за мяжу. По мясу личба нижайшая, а ли так само унушальная – 40%. У список постоянных партнеров коля 10 краин. Галлоны рынки сбыту – Россия и Казахстан. У темлику и прозуделу в международных специализованных выставах налаживаются контакты с иншими краинами СНД, а так само далекого замежа. Сирот перспективных партнеров – Турция, Индонезия, Нигерия, Сингапур и Китай. Галлоны экспортные позиции – сухое молоко и сметанковое масло. Высоким опытом корыстается и мясная продукция. Мы очень переросли в этом году по отгрузкам мяса говядины. Такая позиция, которая в силу национальных особенностей не востребована на внутреннем рынке. Нашим основным рынком – Российская Федерация и Казахстан. Рабовников-неудачников затримали супрационники ДАИ Добружского района. На нулевым километре автодороги Кобрин-Гомель-Мяжа России инспекторы спынили легковый автомобиль, в причепе, которого находились 50 рашоток и леуневок с подъездной дороги до паперовой фабрики. Как рассказали супрационники Следующего комитета, в леку фигурантов криминальной справы 21-годовый и 23-годовый жихары райцентра. Молодые люди выкрали из Нового моста, який ведет до Добружской паперовой фабрики, 32 рашотки дождевых приемников и 17 леуневок, после чего здействовали две спробы сдать их на металлолом в Новозыпкове. Как раз подчас их другого рейса порушальники были затриманы. При подъезде до Мяжи с Россией в машине злочинцев спустило коло и на этот факт звернули увагу супрационники ДПС. В вынику автомобиль порушальника разом с выкраденной майомостью был отправлен на штрафстоянку, а суприть молодого владельника авто и его напарника была возбуджена криминальная справа по артикуле «Крадеж». Часка рашота к леуневок была вернута предприемству, а сборщики металлолому зараз знаходятся под домашним арыштом. Максимальная санкция по артикуле до пяти годов по сбавлению воли. Стоимость ущерба составила 29,5 миллионов белорусских рублей, так как это был не единичный факт, это уже была вторая попытка злоумышленников завести похищенное имущество на территорию соседнего государства. Первая попытка им удалась. После сдачи металла общая сумма, на которую могли рассчитывать злоумышленники, составила около 12 тысяч российских рублей. Это сколько? Это около 200 долларов. Протягиваем выпуск. Познайомиться с национальной культурой, полевшить ведание белорусской мовы и докрануться до песенной спадшины нашей краины. Телеканал «Беларусь-3» телерадиокомпании суместно с республиканским громадским объединением «Белая Русь» запустил масштабную акцию «Любить Беларусь». Ее холодная идея – поддержка духовной спадшины и захование национальных культурных традиций. Подробностей проекта в материале наших корреспондентов. Старт масштабной республиканской акции «Любить Беларусь» был даден и в Минску. Мероприемство объединало в один им творчем настрой одразу у всех организаторов проекта. Агата Белтель радиокомпания, телеканал «Беларусь-3», республиканское громадское объединение «Белая Русь». Улик уголовных удельников акции заслужены коллектив Республики Беларусь, ансамбль народной музыки «Беседа». По задумке проекта заслуженные артисты отправятся на полтора месяца у концертный тур по всей нашей краине. Завершится он 10-го кострышника гала-концертом у Минску. Организаторы обещают, что программа будет насыщена яркими номерами с уластивым коллективу национальным колоритам, боголовная идея акции, поддержка духовной спадшины и захование культурных традиций Беларуси. Ансамбль народной музыки «Беседа» иснуе каля 4-100 годзя. За этот час он стал вядомы далека за межами нашей краины. Заслуженный коллектив познайомил со своей творчостью жихару суседних держав, а так само тех, кто живет на самых отдаленных континентах. Не глядячи на такую широкую гастрольную географию, по души артистам усе ж таки родная Беларусь. Вы видите, потому что наша Беларусь она такая гостинная, славутая, синявокая, пригожоня, якая завжды сострыкая шмат гостей. И мы ведаем и гоноруемся тем, что мы живем у пригожей, самой-самой лепшей, Европы, Краине, Беларусь. Чем мы гоноримся? Подчас республиканской акции «Любить Беларусь» ансамбль беседа наведывая областные центры и буйные города нашей краины. Разом с заслуженным коллективом у подорожа отправилась и ведущая программа «Размовляем по беларуску» и диаблог про мову Алена Троценко и представники телеканала «Беларусь-3». У специально подрихтованном цикле программ глядачы смогут убачить фрагменты концертов, познайомиться с историко-культурной спадщины и беларуских городов доведаться, чим живут разные регионы краины. Мы становимся ближе. Телевидение стирает границы. Что может быть лучше, когда эфир формируется интересом зрителей? Ведь не зря говорят, что чем выше культура, тем выше оценка труда. Наверное, тот интерес, который сегодня проявлен к туру беседы, это и есть оценка труда телевизионщиков, которые делают этот эфир для вас. У Гомельской области ансамбль народной музыки «Беседа» даст одразу три концерты. 11 вересня коллектив выступить у Светлогорску, 12-го в Жлобине, 13-го в Гомеле. В городе над Сожем и Светлогорску выступления будут проходить у городских центрах культуры, в Жлобине на центральной площади города. Вероника Ворошилина, Сергей Негеревич, Александр Александронец, телерадиокомпания «Гомель». И на этом вечерний выпуск завершен. Ранешний глядите завтра у 7.01 на телеканале «Беларусь-2». Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин»